Всю неделю на фоне обострения эпид-ситуации в обществе много спорили о том, следует ли снять ограничения на госгранице, впустить в страну туристов или же дождаться более безопасных времен. В принципе, эти вопросы не потеряли актуальности и с открытием российской границы с Абхазией, так как непростая ситуация с COVID-19 в республике сохраняется. Между тем, эксперты уже начали оценивать возможности проведения туристического сезона с учетом эпид-обстановки в республике. В частности, об этом нам рассказала общественный деятель и журналист Надежда Венедиктова. Честно говоря, я думаю, что нам придется пройти по лезвию бритвы, потому что мы должны, думая о будущем, соблюдать самые такие строгие меры безопасности. Если мы думаем о будущем летнем сезоне, если мы хотим создать себе славу одного из наименее пострадавших регионов на постсоветском пространстве, значит, мы должны, принимая туристов, гостей, руководствоваться правилами, которые хотя бы минимально обеспечат нашу безопасность. Вот я прошлась по берегу, ну, все эти наши кафе, которые обычно, нигде нет положенной дистанции между столами. То есть совершенно понятно, что, видимо, это не проверяется. То есть государственные какие-то контрольные органы должны это все отслеживать. Я хорошо понимаю, что в Самшитовой роще подготовились, поскольку это колоссально большой объект, и там есть все структуры. А то, что касается обычных кафе, обычных ресторанов, прибрежных, я уверена, что в 99% это ничего не соблюдается. Поэтому за этим надо наблюдать. И общественность тоже должна наблюдать и требовать. Я сегодня просмотрела утром абхазский сегмент фейсбука. Очень многие просто в трансе от того, что граница открыта. Но уже границу открыли, ничего не поделали, значит, мы должны организоваться. Понимаете, очень многое сейчас зависит от общественной организации и от ответственности каждого нашего гражданина. Потому что 10 граждан будут безответственные, инфекция может пойти. Тогда вообще неизвестно, как мы отделаемся и вообще какие убытки это нам нанесет. На мой взгляд, вся эта ситуация с пандемией и закрытием границ очень ярко высветила чрезвычайную зависимость Абхазии от туристического комплекса. Ну, понятно, что это локомотив нашей экономики. Но это, ну, чрезвычайно неправильно. Как вот всегда говорили, нельзя класть все яйца в одну корзинку. Потому что если корзинка бахнется, яйца разобьются. Поэтому мы должны это учесть и на уровне власти, и на уровне частных предпринимателей, что нужно диверсифицировать нашу экономику. У нас нет даже продовольственной безопасности. Вот представим себе, да, что если бы границы были закрыты, и вот эти месяцы мы бы сидели только на собственных резервах. Ну, я думаю, что ситуация была бы очень жесткой. То же самое касается лекарств и так далее. Я уверена, что на территории Абхазии нет стратегических хранилищ, где хранился бы запас мяса, зерна, лекарств, самых необходимых, которые вот вдруг нужны в чрезвычайной ситуации. Это все должно быть в стране. У нас этого нет, ни глубоких заморозок, ничего. То есть вот эта ситуация очень так хорошо показала, что мы легкомысленно относимся вот к таким стратегическим вопросам. Вот. И мне, например, очень, меня очень вдохновляет вот частная инициатива людей, которые уже с июня начали вспахивать родительские поля, сажать там кукурузу, фасоль и так далее. Многие сажают овощи, делают закрутки. Я знаю несколько женщин, которые уже там, по-моему, года на два закрутили, пользуясь тем, что дешевые овощи. Овощи. Вообще, мне кажется, что и в повседневной жизни, помимо того, что мы действительно на государственном уровне должны развивать сельское хозяйство, это без вариантов. Понимаете? Вот у нас сколько денег вымывается из Абхазии, потому что для многих крупных гостиниц все закупается на рынке в Сочи. Это чушь. Это абсурд. И этого не должно быть. Я вот разговаривала с частными хозяйствами, предположим, в той же благополучной Меркуле. Они говорят, если мы будем знать, что у нас будут забирать постоянно, да мы вырастим все, что угодно. И помидоры, и огурцы лучшего качества, чем то, что там он из Турции привозит и все это барахло. Понимаете? Вот это должно быть на государственном уровне проработано, разработано. Должны быть связи и так далее с частными предприятиями. Нельзя все пускать на самотек. Дикий рынок – это не выход из ситуации, тем более для такой маленькой крохотной страны. И отдельные люди меня радуют. Например, главврач республиканской больницы Аполлон Гургулия. Шесть детей. И они с женой на родительских участках пашут. Там большой сад фруктовый, овощи, фрукты. То есть люди сочетают современный образ жизни с традиционным. У них это хорошо получается. Вот мне кажется, это идеально для тех, кто имеет родительские участки и так далее. Тот же Алексей Гогов, сколько я помню, он когда был еще в силах, все время ездил, подкворчал в родное село, виноград обрезал и так далее. Понимаете, вот это нельзя забывать. Иначе мы превратимся в каких-то рантье, в которых любое, значит, такое глобальное изменение ситуации сразу вот так вот все лапки откинут. Это одна сторона общества. А те, которые митингуют и там просят, вот просили до этого, у кого гостиницы, у кого просто деньги уходят в никуда. Надо развивать предположим. Тоже сельское хозяйство, должна быть перерабатывающая промышленность. Почему мы должны закупать какие-то компоты там? Вот это все должно быть продумано и значительная большая часть общества должна быть задействована внутри, а не только в туристическом секторе. То есть вот эта ситуация перед нами ставит очень большой вызов. Если мы на него не ответим, так и будем дрожать перед каждым закрытием границ.